Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Жемчужина Подмосковья» и я, ее ведущая, Галина Данилова. Второй год подряд, в светлый четверг на пасхальной неделе, во Владимирской Церкви проводят особую службу. На ней вспоминают исповедников и новомучеников мытичинских. О них-то и пойдет сегодня речь. Христос, Господи, Господи, Господи! Христос, Господи, Господи! Всю неделю во всех мытичинских церквях проходили праздничные пасхальные службы. Но в светлый четверг в Центральном храме мытичинского благочения Владимирском состоялось особое богослужение. Год назад митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий постановил ежегодно в светлый четверг пасхальной седмицы праздновать и прославлять память наших земляков. Священнослужители и мирян, которые в страшные годы безбожия прошлого века нашли в себе силы не отказаться от веры, за что были репрессированы и убиты. Это, в общем-то, те же священнослужители, которые служили в мытичинских храмах в годы гонений. То есть это послереволюционные годы, вплоть до 40-го года, которым было предложено властями, безбожными властями того времени, отречься от Христа, отречься от церкви. И, в общем-то, тогда им бы сохранена была жизнь, сохранены какие-то жизненные привилегии. Но они остались верными Святой Церкви, своему пастырскому долгу, не оставили свою паству, остались служить до последнего дня, пока их не увезли уже в известном направлении, где они окончили свою жизнь уже мученической кровью за свидетельством о Христе. На самом деле, на сегодняшний день новомучеников мытичинских семеро, это шесть священников, а один протодиакон. Вы видите иконочку, можете посмотреть, видели, которая была написана к сегодняшнему празднику, потому что буквально год назад только был утвержден этот день, этот праздник, который будет праздноваться теперь из года в год в четверг, в светлые седмицы, в пасхальные седмицы, это очень символично, потому что воскресение Христово свидетельствует о жизни вечной, а воскресение в нашей памяти, вот этой благодарной памяти святых новомучеников мытичинских, свидетельствует о том, что мы сейчас видим, чему мы являемся свидетелями и участниками воскресения нашей духовной жизни. География мытичинского церковного округа в 30-е годы прошлого века сильно отличалась от современной. В его состав входили храмы тех населенных пунктов, которые ныне входят в состав других муниципальных образований. Многие мытичинские священники пострадали от рук плачей. Местное отделение НКВД отличалось высокими показателями своей работы. Нам известны лишь некоторые имена тех страдальцев мытичинской земли, которые причислены к лику новомучеников и исповедников российских. Это новомученик Николай Георгиевский, богачины мытичинского церковного округа. В начале 20-го столетия он служил в Космо-Дамианском храме в поселке Болшево мытичинской волости Московского уезда. В начале 30-го года отец Николай с горсткой прихожан грудью встал на защиту храма, который хотели закрыть. Его арестовали. Долго допрашивали, но он не отрекся от веры и Христа. В 31-м году его осудили и сослали в лагерь, где отец Николай и скончался. В том же храме служил и священник Павел Успенский. Он также не отрекся от своей веры, за что был арестован и в 1938 году расстрелян на печально знаменитом Бутовском полигоне. Священный мученик Николай Тахтуев происходил из крещенных татар. Уже в зрелом возрасте стал служить в церкви. В 30-е годы был протодиаконом в Космо-Дамианском храме. Всегда очень рьяно отстаивал свою веру. Он не сломился даже после того, как стали угрожать его семье, жене и десятерым детям. Священник Николай погиб в ссылке. Священный мученик Георгий Извеков родился в семье священника. С 1921 года он стал служить в храме Донской иконы Божьей Матери в Перловке, где был возведен в Сан-Протоиерея. Обладая уникальными музыкальными способностями, он писал много церковной музыки для отдельных храмов и для патриархии. Кроме того, он писал музыку для духовных и народных песен. И как выдающийся композитор был принят Союз композиторов. В начале 1931 года начались массовые репрессии против духовенства, когда в один день арестовывали десятки священнослужителей, монашествующих и мирян. Был арестован и отец Георгий. Он был приговорен к ссылке, а затем расстрелян на Бутовском полигоне. Священно-мученик Петр Успенский служил в Николаевском храме в селе Федоскино. Он до последнего дня, пока церковь насильно не закрыли, проводил службы. Сам ходил по домам и приглашал верующих в храм. Его арестовали в 1937 году. Он умер в ссылке, так и не предав свою веру. Священно-мученик Сергей Лебедев. Он служил в храме Воздвижения Креста Господня в селе Алтуфьеве, который тогда входил в Матищинский уезд. Он был арестован в 1938 году. Жестоко допрошен от КВДшниками и расстрелян на Бутовском полигоне. Священно-мученик Николай Виноградский. В начале 30-х годов он служил в приходе в селе Федоскино. Зарьяную службу возведен в Сан-Портоирея. Отец Николай являл собой образец нестяжательного пастыря. У него никогда не было никакого имущества. И на последнем своем служении он жил в приходском доме. А забота его про питание взяла на себя церковная община. Жерновары прессе перемололи его в 1937 году. Не все имена матищинских священнослужителей, пострадавших во время гонений, мы знаем. Сейчас ведется кропотливая работа по сбору материала. И с течением времени откроется полная картина 20-30-40-х годов прошлого века. Ведется напряженная, кропотливая работа. Изучаются архивы, изучаются уголовные дела тех лет. И, в общем-то, здесь очень много критериев, которые позволяют или, наоборот, не позволяют человека причислить уже на общецерковном уровне, к прославлению как святых. И, конечно же, эта работа будет вестись, я думаю, что не только священнослужители, но и миряне, которые не отреклись от Христа, были верными церкви Христовой, не ушли, опять же, в обновленческий раскол. А был такой раскол, мы знаем, те, которые были в расколе и, в общем-то, погибли также, с одной стороны, мученически, но погибли в отрыве от церкви, они не могут быть канонизованы. Также те, которые, в общем-то, либо предали близких, предали свою паству, либо отреклись от Христа, те не могут тоже быть канонизированы. Эту кропотливую работу проводит комиссия по канонизации Русской Православной Церкви. Каждое дело тщательно рассматривается. Поминальная служба по мятичинским священнослужителям проводится во Владимирской Церкви второй год подряд и благочинно отмечает, что людей на службе стало больше. Мы сейчас видели, что в этот день, во второй год празднования, уже и народ собирается, уже привыкают к этому празднику, а это очень важно. Ведь это наши земляки, это наши ходатай, почему молитвенному предстательству, которое не просто предстательство молитвенное, но засвидетельственное предстательство крови, мы можем с вами так вот в открытую исповедовать Христа, не боясь, что нас убьют, что нас будут преследовать за имя Христова, за исповедь и проповедь воскресшего Христа. И, конечно же, это для нас великое торжество, великий праздник и великий пример назидания в нашей духовной жизни, именно жизни святых новомучеников и исповедников мятичинских. Во время службы на алтаре лежала икона, написанная специально к празднику, с изображением пяти мятичинских новомучеников. Сейчас пишется – такая же икона, но большая по размеру. Которая будет возможность буквально в конце мая прикладываться изо дня в день всем нашим прихожанам, всем, кто посещает наш храм, и остается место на этой иконе для того, что можно было вписать в икону и тех людей, и тех священников и мирян, которые Бог даст, по милости Божьей, еще придется канонизировать церкви и прославлять нам уже на мятичинской земле в день памяти святых новомучеников и исповедников мятичинских. Субтитры создавал DimaTorzok На этом наша программа подошла к концу. Интересуйтесь историей Мятичинского района, ведь это настоящая жемчужина Подмосковья. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok